Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном интересном объекте. Тут произошло ЧП, сломалась тропильная система из-за того, что неправильно сделано. Люди на 8 марта получили очень такой неприятный подарок. Сегодня я приехал вам показать. Сегодня 9 марта у нас 2024 года. Двухскатная кровля. С этой стороны, как вы видите, скат сломался. Если посмотреть вот на эту часть, то мы видим, что у нас... Вот посмотрите на фронтон, треугольник вот этой вот стены. Видно, что там вот возле стены стропила не так сильно прогибается, а вот здесь вот очень и очень сильно. Значит, почему это произошло? Вот этот вот пролет у нас, стропильная система, я вот померил, 5 метров. Стропила здесь используется из доски 150 где-то на 47-48. Пролет между вот этими, вернее, расстояние между вот этими досками у нас получается 80 сантиметров. Посмотрите вот на этот конек. Здесь он такой вот очень, скажем так, тонковатый. Тоже здесь вот идет вот такая вот трещина. Вот тут вот где у нас более-менее расстояние между столбами небольшое, он еще более-менее как-то жестко держится. А здесь вот, видите, тут внизу чердачная лестница. Здесь вот от этого столба до этого столба два с лишним метра. И просто вот одна доска 150 на 50, это, конечно, очень мало. Если пройти туда-вперед, давайте даже здесь вот вам покажу. Здесь вот очень хорошо видно, видите, как сломалась стропильная система. Возле фронтона стропила идет туда-дальше, а здесь вот так вот она сломалась. И здесь вот то же самое. Если пойти туда-дальше, посмотреть, вот видите, здесь такая же ерунда. Здесь вот где у нас фронтон стропила стоит нормально, а здесь дальше постепенно начинает сгибаться, сгибаться, сгибаться. И посередине уже видно большой прогиб. Из-за чего это произошло? Здесь неправильно собрана стропильная система, неправильный расчет. Вот, значит, если у вас, например, расстояние от точки опоры до точки опоры, то есть от конька до мурлата, там, 4 метра, то можно использовать доску 50 на 200, шагом 60 сантиметров. Это вот максимально. Если у вас расстояние 5 метров, и вы хотите не делать никаких опор, то можно сделать, как вот в моем случае, у меня расстояние от коньковой балки до мурлата 5 метров как раз. Я использовал доску 250 на 50, 250 по высоте и 50 по толщине, шагом 60 сантиметров. У меня вот конструктор просчитывал, что прогиб будет примерно 2-3 миллиметра, это в середине. Вот, если, например, про этот случай, здесь, конечно, нужно все это разбирать. Либо использовать доску 50 на 200 и делать где-нибудь в середине подпорки, которая будет опираться на несущие стены. Надо будет посмотреть по проекту, где есть несущие стены, теоретически можно сделать так. Ну или, как я, использую доску 250 на 50, усилить вот этот вот конек, сделать его из трех досок. Иногда даже на двухскатных крышах происходят вот такие вот косяки. Стройте правильно, делайте проект, пересчитывайте все для того, чтобы у вас потом не было вот таких вот косяков. Пока!